Дорогие ученики, я рада вас приветствовать на нашем онлайн-курсе. Это самые базовые знания, это ваши первые шаги, которые вы делаете на пути становления вас как мастера. Вы идете по ступенькам, поднимаясь все выше и выше, и ваш путь будет достаточно легким, если вы хорошо знаете, что самая основная ресница является черной и коричневой. Черные ресницы мы всегда применяем на типаж достаточно темных, смуглых девочек. Это черные, именно матовые ресницы. Итак, давайте рассмотрим, в какой толщине они бывают. Толщина для классического наращивания, тем аккуратнее будет смотреться наше наращивание. Чем плотнее мы берем ресницу, тем меньше остается у нас зоны свободного пространства, и получаются автоматические сцепки. Давайте мы сейчас рассмотрим это на доске. Давайте теперь где-то запишите себе эти схемки, для кого какие подходят эффекты. Если у нас близко посаженные глаза, самый подходящий идеальный, это получается лисий эффект. Далеко посаженные глаза, кукольный эффект, глубоко посаженный, беличий эффект. Узкие глазки тоже подходят неплохо к куколе. Маленькие глаза, это лисий, либо кукольный. Выпуклые глаза, это беличий, либо лиса. И нависшее веко, смотря где зона нависшего века, но больше всего подходит натуральный. Вообще, как всем, каждому из типа глаз, натуральный может быть одним из самых подходящих эффектов. Поэтому, если вы вдруг колебаетесь и не уверены в подсадке глаз, либо вы не можете понять, что лучше и как правильно сделать вашему клиенту, вы можете всегда выбрать натуральный эффект в среднем завитке. И вы, скорее всего, не прогадаете. Это будет самая удачная комбинация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова